привет зрителям канала и у нас аккумуляторный инструмент и это не аккумуляторная пиво а уже болгарочка у нас сегодня будут в кадре это производителя энхель шоу нас моделька 18 125 как всегда классика не включается был был такой позыв что я еще чуть-чуть чуть-чуть живая ну что занимаемся ремонтом посмотрим что у нас аккумулятор показывает замеряем у нас 20,3 вольта в принципе вполне нормально то есть придется нам разбирать болгарочку чем мы сейчас и займемся и уже встретимся непосредственно в разобранном виде а по разборочке нам придется снять фланец по той причине шутка мутновато так то будет лучше снять фланец по той причине что у нас сейчас закрыть доступ к этим четырем шурупом который держит голову а голову нам нужно снять потому что голова соединяет две части пластикового корпуса рукоятки а потом уже вот здесь вот по периметру маленькие маленькие шуруп откручиваем по разборке здесь хитренькие маленькие нужно головка короче вот у меня наборчик на 100 единиц и здесь принципе вот это подходит этот номер так но сюда вот эта головка убитка битка сюда она не залезет эти то есть пришлось взять и такой вот наборчик специальный ладно разбираем вон отсоединили здесь вот такой резиновый демпфер получается переходничок резиновый вот здесь он зацеп идет теперь половине уже корпус посмотрим вот здесь еще скобы есть раз и вторая а кстати на ремонт вы можете присылать свой инструмент через новую почту отремонтируем и отправим вам обратно связано по вайберу вайбе будет в описании я думал здесь он применит такой контроллер стандартная здесь оказывается вот такой плата два и в два этажа плата примас 6 мосфетов так сейчас просмотрим что здесь у нас чисто внешне посмотрим косяки подключил аккумулятор подключил клеммом аккумулятор а вольтметр сейчас 20 вольт хочу включить кнопку включения на болгарке посмотрим есть ли посадка напряжения нету просадки вообще 0 может в этом видовато кнопка сейчас прозвоним кнопку еще по прозвонке кнопки здесь кнопка на три положения вот сейчас в этом выключенном состоянии должны прозваниваться вот здесь этот вывод и этот когда мы нажмем кнопку мы должны здесь оставить щуп а потом перекинуть сюда и должно прозваниваться на красный проверяем выключенном состоянии должно прозваниваться здесь стоят прозвоночка то я уже думал совсем легкий поломка будет так есть нажимаем кнопку работает кнопка здесь работает что мы теперь давайте сам получается я думаю что все-таки виноват теперь уже у нас контроллер контроля проверяем так у нас это шоу нас черный щуп кидаем на плюсовой теперь нам надо доступ доступ нужен к проводам которые идут на электро двигатель это у нас красный черный и белый на да не звонится почему-то так теперь красный щуп кидаем на минусовой все так же на эти три провода вот смотрите есть 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 и точно так же должно быть как я указывал с первым экспериментом со вот сейчас черный щуп кидаем на плюсовую и снова идем а эти силовые провода а здесь 0 это говорит о том что проблема контроллеры и проблема в мосфетах сейчас посмотрим что здесь за мосфеты так мосфеты в принципе есть цена их там от 40 до 50 гривен то есть можем пять на шесть это 300 гривен будет по комплектующим этот ряд беспроблемно можно выпаять второй ряд находится под вот этой маленькой платы это маленькая плата вот припаяна еще на дюжину контактика ну я вам честно скажу я видос заливаю весь без разницы получилось у меня не получилось на еще говоришь что присылать тебе на ремонт но я этим не хочу заниматься честно тем более вот энхель такой вредный производитель в идеале здесь купить контроллер не морочить голову подкину перепаял там клемму провода и все вперед энхель же вообще тяжелый такой производитель которого по запчастям туго контроллера такого нет наличия можно было бы вот такой поставить самый распространенный но он чисто по масштабам не влезет сюда но и цена и и тут новой 3000 3000 гривен по контактам пайки все здесь вроде бы ну ничего здесь не могло отвалиться так что это просто mosfet болгарка дернулась насчет того же и все я остановилась одна вот одно плечо работает второе не хочет ну короче что в идеале и сервисный центр от энхель тоже не будут менять mosfet и они будут менять блочно они в этот контроллер подкинуть и вперед если это гарантийный случай будет но это не гарантийный но такое какое-то чуть чуть не сильно веселый видос у нас получился ну вы хотя бы будете знать что по энхелю нету запчастей просто таком в обычном доступе будете знать из чего состоит данная болгарка хотя бы так какой-то контент я вам залил какую-то пользу принес так что не жалко киньте в подобайку в техническому контенту на просторах ютуба даже такой неудачный ремонт будем снимать и заливать то есть что сыграем и вам отдавать владельцу все всем пока пока еще чуть-чуть видосик продлим для диванных экспертов вот да могу я заморочиться да могу распаять эту маленькую платку получить доступ к второму ряду mosfet заказать mosfet ну ребята это столько нужно будет убить времени я просто потеряю на других инструментах просто потеряю поэтому кто хочет ребята занимайтесь менять эти mosfet я рассказал как разобрать как найти причину вот и все всем пока пока на вот в подтверждение нецелесообразности ремонта заходим на lx и смотрим вот вам пожалуйста такая же болгарка 1400 продается без аккумулятора и без зарядного в рабочем состоянии дальше берем еще дешевле 1200 тоже без аккумулятора без зарядного аккумуляторные болт о даже аккумуляторные болгарки в рабочем состоянии сейчас этот хлам хлынул из европы это именно эмхелевский не знаю дрели болгарки сетевые аккумуляторные вот я вам не говорю что нецелесообразно мастеру здесь заморала заморачиваться вот теперь точно уже пока пока